Громкая премьера, кинопремьера апреля, золото ульматы уже в кинотеатрах. А первое впечатление прямо сейчас делятся наши кинолюбы Мария Лазарева, Александр Забродин и Дима Родионов. Смотрим. А можно я чай обновлю? Да, конечно. Я смотрю, у тебя старый чай в стакане. Обнови, пожалуйста. И сам не молот. И чай старый. Ну что, обновил чай? Да, обновил чай. Готов составить первое впечатление. У тебя скоро из дна стакана польется, сколько раз ты обновил один и тот же стаканчик. Сколько раз я использовал этот стаканчик. Но ты вот борешься за чистоту. Он еще сам держится, понимаешь? Он крепкий парень. Все, все, мы больше не будем разговаривать. Давайте. Давайте, да, дальше. Слыхал? Сбывается, пророчество. Трепотно. Божью мудрость старин сказал. Страховая компания разорена. Истинно сказано в пророчестве. Господи. Ой, ой, ой. Я знаю, где ваше золото. Водитель обоза жив. Ты должен их обогнать. А это, как в омерзительной восьмерке. Где мои деньги? А там в Хабаровске медведи по дорогам ходят, да? В Хабаровске вообще медведей нет. Ничего не понял, но увидел красивые пейзажи, которыми можно было ограничиться в этом фильме. Все пейзажи, да? Ты по операторской работе что-то скажешь тут? Ну а орел не сделал? Не, ну на самом деле, естественно, сначала это напомнило омерзительную восьмерку, а потом я уже даже смотреть не стал. Почему? Ну потому что... Слушайте, ну это такое как истерн, да? У нас называется это все. Набор актеров такой, который привлекает, да? Все там звезды российского кино последних лет, какой-то детектив, ограбление, основанное реальных событиях. Почему бы нет? Я так считаю. Не, это стоит посмотреть. Это вполне себе хотя бы разнообразно как-то по сюжету. Тут насыщено какими-то событиями персонажей. Подожди, подожди. Мне кажется, тут пару секунд назад был твой двойник, который сказал, а я увидела омерзительную восьмерку. Я поняла, они соберутся в галантырии и мини, и вот все друг друга поубивают. Ладно, я просто душнить не хочу. Нормально. Двое последних залезут, на троечку, на троечку. Нормально. Давайте следующий трейлер. Какой девчонки трейлер? Все, все, все. Нет, 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 давай уже нормальный критический разбор. Ну, не знаю, на троечку. Почему? Вот объясни, почему на троечку? Потому что в России я не знаю, как можно снять вестерн. Вот в такой классический вестерн. А белое солнце пустыня? Ну, камон, он все равно, если даже вспомнишь, человек с бульвара Капуцинов, но все равно это вот не... Это вестерн. Ну, блин. Это не наша культура. Нет, смотри, я тебе... Загибай пальцы. Неуловимые. Неуловимые, это наша культура. Истерн, да. Белые и красные. Все логично. А здесь? А здесь просто золотые прииски. Дальний Восток. Происходит какие-то ограбления. С типичным золото у Мальты. Его ищут. Потому что разорено там все. Это я просто те слова, которые услышала. Типичная примесь классического вестерна западного. Не белые и красные. Так, подожди. То есть ты считаешь, что русские люди не ехали в Сибирь за золотом? Я думаю, это выглядело не так. И у них... А, ну да. У нас лошади задом наперед ездили в России. Такие же лошади, такие же повозки там. Ну, я думаю, все... И паровозы такие же. Я думаю, все было абсолютно так же. Потому что оттуда же возвращались люди. Говорили, ого, эге, там алмазы в Якутии. Там ничего только нет. И, конечно же, авантюристы. Преступники. И люди, которым уже нечего терять. Такие вот всех холеные, с розовыми щеками. Да более того, все знают, что все, что было за Урал, это было место ссылок. Там концентрация вот была запредельной. Но, тем не менее, был шанс, что если тебе повезет, если ты оказываешься самым хитрым, самым пронырливым, то ты найдешь богатство, с которым ты, конечно же, вернешься обратно. И это все в период революции. Там 1917 год, указан, год событий. Да. И государство распадалось на разные государства, и никто не знал, где какая власть в 100 километрах от тебя. Ну, я к тому, что о периоде революции просто у нас принято как бы судить только исключительно по Неуловимым Мстителям, условно. Да, исключительно. Я, кстати, больше ничего не знаю. Я имею в виду... Если бы у меня было Неуловимых, я бы вообще ничего не знал, что там было. Я имею в виду про кино конкретно. Ну да. Но я еще немного, немного. В основном, конечно, Неуловимый, но еще чуть-чуть я знаю по Зеленому фургону. И хорошо еще не Слонику. Да. И, ну, там свадьба в Малиновке, конечно, повлияла. Да. Если бы мы вернемся... Была ли такая Россия в тот период? Ну, почему нет? Ты у кого спрашиваешь? У нас за Бродиным? Да. Почему нет? Во-первых, почему нет? Во-вторых, вот чем мне нравится такой жанр? Основной движок – это не эмоции, а персонажи. Заметьте, даже по трейлеру очевидно, что тут есть разные типажи. Да, то есть есть толстячок, есть деревянка. Да, есть чиновник, есть какие-то золотоискатели. Есть красотка. Да, красотка. Есть банда грабителей, да. Тем более в те времена, там все знают из учебников истории, что были не просто там какие-то злодеи-грабители. Были грабители, которые в каких-то революционных своих целях там совершали эти налеты. Поэтому, ну, а тем более нам в начале сказали, что на основе событий, которые произошли в действительности. Хочешь верь, хочешь не верь. Хочешь верь, хочешь не верь. Ну и плюс это приключенческое кино. Вот. Почему мы смотрим... Которого у нас мало, кстати. Ну, да, понимаешь, вот ты сказал, а омерзительная восьмерка, а ты, глядя на омерзительную восьмерку, допустим, на там Джанго, ты такой, а было вообще такое, нет? Ну, почему-то как-то в то верится больше, потому что все-таки их культура, они, наверное, все-таки больше знали. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, которые сняли наши, не по нашей культуре. Может быть, конечно, англичане хватаются за сердечко чашку чая, когда все это видят. Мне кажется, это же, мне кажется, в Риге было снято или еще где-то. Тем не менее, вот дух нашего Холмса Ливанова, мне кажется, это даже сами британцы признали. Да, многие признали, что это самый крутой. Конечно, но почему ты сейчас вспомнила Шерлока Холмса как пример после этого фильма? Ты говоришь, что вестерн – это не наша культура, и мы не можем, значит, тут ничего сделать. Давайте только про Пушкина снимать. Шерлоком Холмсом – это какой-то великий дар, наверное, тем, кто снимал этот фильм, понимаешь. А почему ты отказываешь в этом великом даре? Павлу Деревянко? Ну, по чем Павел Деревянко? Почему Павел Деревянко не может сыграть персонажа? Павел Деревянко-то может, а может и режиссер создать достаточно почвы, чтобы Павел Деревянко хорошо отработал, как актер. Если он не Андреа Сянзо, то почему бы и нет? Так мы и о том говорим, что в советском, в российском кино есть огромная история, огромный багаж создания истернов этих. Что это не первый раз такие, а давайте что-то с лошадьми снимем. Был огромный опыт. Все, что снималось про революцию, про гражданскую войну и так далее, это по факту истерное. Все снималось с лошадьми. Все снималось с лошадьми. Потому что машин тогда не было. Были машины. Ты что, где можно было? Но мало. Через аптеку проехали насквозь. На машине же. Это была единственная их машина. Поэтому потом больше их не снимали. Пока новые не сделали, не снимали с лошадьми. Я пойду. Это становится невыносимо. Мы тоже пойдем. Но ты подожди, я тебе еще расскажу сейчас про машины.